Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию краткий обзор интерфейса программного продукта ClickView. ClickView представляет собой продукт класса BI. О том, что такое BI, я говорил в предыдущем ролике на этом канале. ClickView позволяет исследовать данные компании с помощью таких элементов, как объединение данных из различных источников, огромного инструментария по визуализации данных, возможностью настройки обработки данных с помощью любой методологии. Для знакомства с программой ClickView, компания ClickTech, его разработчик, предлагает совершенно бесплатно скачать полнофункциональную версию программы, так называемый Personal Edition, который разрешает создавать отчеты, подключать данные. Функциональность NIL отличается от платной версии, за исключением того, что созданный вами отчет можно открывать и использовать только на том компьютере, на котором он был создан. Давайте перейдем непосредственно к программе. Язык интерфейса программного продукта можно изменять, он поддерживает основные мировые языки. Однако, я предпочитаю использовать английскую версию, так как переводы некоторых команд могут сбить с толку. К тому же, форума ClickView ведется, естественно, на английском, и умение оперировать английские терминологии облегчит вам задачу по поиску решений в будущем. Панель инструментов стандартна для любых программ. Я не буду подробно останавливаться на ней. Мы ее будем изучать по необходимости. Кроме панели инструментов, мы видим в левой части экрана примеры отчетов, которые входят в инсталляционный пакет. В средней части экрана отображаются последние открытые документы. В правой части можно настроить отображение часто используемых документов. В нижней части экрана приводятся ссылки на обучающие видео и другие полезные ресурсы по клику. Кроме того, приводится информация о версии программы. Давайте откроем документ. Можно воспользоваться меню File или быстрым доступом в средней части экрана. Мы видим достаточно сложную визуализацию. Это демоотчет с официального сайта. Но так как этот ролик направлен на работу пользователей, я специально взял сложную и красивую визуализацию, чтобы было понятно, какую красоту можно сделать, используя ClickView. Первые страницы – это дэшборд руководителя, который отображает стратегические показатели эффективности. Интерфейс клика очень легко освоить. Давайте я это продемонстрирую. Начнем анализ с выбора страны. Видно, что изменились данные графиков. Теперь они отражают данные только по США. Также задаются значения любых фильтров. Например, фильтр QuartalGod. Мы видим зеленую точку на всех вкладках. Это означает, что фильтр применился ко всем листам отчета. И пройдя все вкладки, мы увидим фильтр по стране и периоду. Кроме выбора значения в специализированных элементах фильтров, ClickView предлагает возможность фильтровать данные, работая непосредственно с графиками. На этой странице мы видим дополнительные фильтры. Отключив его значение, мы убираем фильтр. Также на этом листе есть интересный элемент. Текущий выбор. Тут отображены все текущие фильтры, и их можно также отключать. Если в процессе анализа вы запутались и задали слишком много фильтров, их можно обнулить одной кнопкой. Кроме того, на панели инструментов присутствуют кнопки Back и Forward, которые позволяют вернуться на шаг назад или пройти на шаг вперед. Теперь я объясню сущность схемы белый, зеленый и серый. Это понятие часто встречается в литературе по клику. Мы имеем несколько списков, которые можно фильтровать. Сделав выбор в одном из них, мы видим, что он окрасился в зеленый. Кроме того, на другом списке появились серые элементы. Значит, зеленое – это выбранный элемент. Серое – это то, что невозможно выбрать при условии действия фильтра. А белое – это свободные для фильтрации элементы. В завершении этого обзора подведем итог. Мы научились открывать документ ClickView. Научились задавать и очищать фильтры. Познакомились со схемой белый, зеленый, серый. Буду рад ответить на ваши вопросы и комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.